добрый день я ответил два раза уходить уже надо вас нету думаю как же так а я подождала включила ролик сегодня какие вы стали слушаю у меня вопрос тут есть такой к вам давайте я думаю что никто и не ответит вот сейчас с кем не разговариваю вообще с людьми начинаешь говорить про евангелие потому что мы сами только к этому подошли ну понятно что многие считают что надо главное уметь молиться это основное основное что люди отвечают а это мол деды наши никогда не делали и зачем бы это нам и когда говорю говорит что ну как можно без слова то божиего как можно спастись уже не знаете закона и многие люди начинают сразу начинаете какой-то вот самооправдание если говоришь один-два человека вот вместе стоят они начинают друг друга сразу защищать ну как защищать оправдывать свои грехи я вот в таком случае не знаю как вообще разговаривать дальше но тут говорят ой она столько страдала но одна за другую говорит ей господь это простит это все ей зачтет и ну вот в общем дальше меня в такой тупик они ставят я дальше не могу не знаю как с ними дальше говорить ну может быть ничего и не надо говорить если люди не принимают сердце должно откликнуть не принимают да но я как думаю может быть вот допустим в церковь можно звали 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 людей и какая-то же часть пришла все таки ну да получается что как вот что говорят там родители отцы были скажите это было всегда такое люди ссылались на людей но бог будет судить по слову своего а если он будет судить нас по слову по нему надо жить он сказал как веруйте в евангелие не отцам отцы ваши говорит забыли меня отступили и они пали костями в пустыне бог их 40 лет водил пока они все не закончились там это прямо сказать а он не примет от от нас не зависит наше дело возвестить а будут горта не слушатели не будут а ты говори и немало не огорчайся совершенно будь спокоен если они не принимают от один ответ они не прописаны на небе и поэтому не откликается вот есть такой рассказ он не из библии и жизни у одной матери она одна жила у нее девочка было пять лет и она потерялась и сколько она не искала в милицию обращалась ничего не помогло но перед этим проходил табор сыган в этой местности но прошло три года или четыре соседка прибежала и говорит тася я видела твою машеньку она в цыганском таборе но что она может сделать она заявила милицию миссия милиция пришла девочку забрала но теперь табор остановился дальше не идут и передали дело в суд на нас и мир с ней разговаривает а она когда мы к маме пойдем для нее мама это грязная цыганка она совершенно все забыла маленькая девочка забыла все но суд вынял решение оставить на один месяц у этой которая взяла если она за месяц вас не признает матерью отдать в табор вот представьте какое положение она игрушек накупила она самая лучшая одна работает какие там деньги то но она тут все это ее сокровище это вся надежда ее бесполезно и вот уже остался день один девочка в другой комнате так горит милых а лично перебирает игрушки время от времени спрашивает а когда мы пойдем к маме она поняла что ничего нельзя сделать и она помолилась и запела колыбельную песню она прощалась с ней и вдруг девочки с криком мама бросилась к ней вспомнил вот люди забыли голос отца небесного вы им говорить и они не знают они похищены дьявольским табором в огоньке писали одна говорит я всегда думала что цыгане это черти вырвались на свободу а наркотики отравление ворожба вот это все это не очень похожи поэтому когда в чижитиях показывает сатану дьявола то всегда говорят черные эфиопы черные не белыми никогда дьявол не показывался так вот эти люди которые не принимают они обмануты черными эфиопами и считают что то их родители они голос отца небесного голос матери церкви не знали и не знают и внутри у них нету жажды она не откликается и поэтому вы даже это так и понимать они похищены и у них отмерло ухо слуха будете слушать и не услышите глазами видите не увидите такое было с апостолом павлом деяние 28 глава он говорил они уходили немало споря и он вдогонку им бросил этом пророчество иса и пророка христа тоже не все слушали и апостолов не слушали говорили эти всесветные возмутители пришли сюда их обвиняли били казнили а чем мы лучше но ты награду получишь за это награду от бога поэтому не умолкай и говори одни не примут другие другим говори перепиши на листочке несколько там выражений там 6 главы из нагорной проповеди если евангелия нет 6 глава если у вас ничего нету прийти мы вам дадим материал евангелие мы вам говорили эти евангелие 4 красная корочка есть есть мы же вас брать вот если скажи возьмете только не попортите я вам скажу дамы ну давайте так на месяц а потом спросите как они примут если вы им не нужно заберите а если у вас есть лишь и видите человек склонен немного оставьте чтоб только не испортили ничего особенного здесь нет вы не раздавать то мы раздаем вы же нам много давали ну вот такое ощущение я не знаю может быть читают я не спрашиваю некоторых спрашиваю чай нет просто люди то все близкие да и они не понимают что они грешны они же не раскаются а вы молитесь господь покажет что люди все грешные вы покажите какие были казни 37 год революция россия и другие потеряли 66 миллионов а вместе славянский народ до 110 миллионов за что бог так поразил ни одна страна ни одна церковь не было так наказано у вас может скажу родственники есть на войне погибли там как-то скажи за что за отступление от бога так говорит писание поэтому открой там пророка исаев где агея и прочитаем пророка еремея много об этом написано как так себе пригласите быть может если знаете что они вам не навредят надо людей собирать и считать вот у нас если можете скачать на нашем сайте второй том открытым оком и третий том а в третьем томе говорится как беседовать с людьми которые ничего не знают там написано пособие по изучению евангелия от ма от марка третий том открытым оком третий там потоп на корочке синим цветом и вот как образовать общину если у вас будет два человека будет ходить уже хорошо начинает все с нуля апостол приходил свидетельство обратилась два человека одна торгующая багрениц лидия и там где они сяре погиб все а потом будет община а потом потом эти люди понесут дальше и на общину то конечно уже не и не здесь это нет не получится мне просто хочется чтобы вот все с кем я общаюсь куда-то как пришел чтобы хотя бы они поняли потому что что они говорят это ты-то понимаешь что они даже не понимают да они понимают они все как-то считают очень просто спастись я вам говорю она не признает девочка но вот господь коснулся и и там где-то далеко у меня было это пробудилась и она сразу признала мать и суд конечно решил все девочка возвращается домой и табор тронулся один без нее они воруют детей так что здесь этот рассказ и говорит о том что люди не внимают и хоть какими благами бог обложит и дожди дает и солнце все вырастает они бога не славят живут свое удовольствие они не думают о боге сатана похитил запечатал замазал глаза и уши оба ты мы деть мы для того и посланы чтобы трудиться бывает человек который нападает вот у меня такой был случай когда меня судили следователь то снимал показания знакомых то и одна девочка 16 лет но на от родителей слышала и нас и а в суд и они вызвали но ее показания следователь записал что мы сектанты мы такие там все и так все осталось но вот прошло время уже я не знаю сколько но может быть лет 20 она встречается идут занятия и она пришла к нам в общину попросила прощения приняла крещение и сейчас находится в нашей общине вот так кто думал что таня придет именно через это другая то говорила хорошие показания ее не тронули а сейчас она пришла приняла крещение член нашей общины так что мы ничего не знаем сеющий сеющий и поливающий ничто а все бог возвращающий и ты говори это благодать сделал это не наша заслуга не наше красноречие нет бог бог все в боге все в нем другого нет и будьте просто верующими по-настоящему они не приняли приди домой и говори давай помолимся вместе кто там есть рядом помолимся и помолитесь а может потом будет время не наглядайте никому сказали и продолжайте молиться господь знает какой участок души открыть совесть если человека совесть есть он придет он расслышит голос божий они как бы все слышат понимают верующие на ней вот это самооправдание и друг друга выгораживание вот это вот как стена какая-то но хорошо адама бог спрашивает ему только пока это не это его который ты мне дал то есть я не просила ты мне дал и она это его его ты что я нет это змей то есть это все идет оттуда значит а дети дети адама и евы мы так и любим дети точно так же даже кошка это оправдывается порисует разбил абажур и она только хозяин вошел она к нему ластится ты не я абажур сам упал отец пришел а они дети сломали вазу кто сделал не один но кто сделал я купил тут пряники тому дома каждый выскочил это я он только сказал как хорошо отбили ручку то у нее ровно так и каждый я это сделал понимаете господь находит участок души чтобы показать чтобы признали свою виновность у бога все вымерено так что не и мало не беспокойся до меня это вот расстраивало как-то надо расстраиваться просто будь радостно написано всегда радуйтесь и всегда бога благодаря смира володя тут и никита по моему там тоже доходит да вот это еще это вот так а вот муж подошел иди поздоровайся мы все недели позаняты у нас внук весь день здравствуйте мир вам вером с миром ну вот мы тут разговаривали это поздороваться хотел так вы не против что мы все записываем и в интернет но это как как вы смотрите мы не против все вы увидите как и вам будет это вытешение вы уже в храм идете нет еще рано сейчас сколько время то ну наверно сейчас сейчас у нас 4 так что время у нас есть вы если наши ролики смотрите вы видите приходят сектанты еретики новые люди приходят они далеко от нас живут в другом государстве а бог касается и сердца человеку то нельзя сделать это благодать божия открывает его сердце и туда семя падает и приносит плод вы знаете в 30 60 во сто крат поэтому сказать кто из нас дойдет до пристани божественной до царствия божия бог его знает но мы надеемся мы стараемся но вы так крутитесь что не успеваем пересмотреть и переслушать это вот как то раньше успевал а сейчас даже не успеваю я когда насчитывал разные книги это 12 томов златоуса 12 томов жития святых и там много бесед у меня не опубликовано еще две с половиной тысячи часов не опубликовано но некоторые только мы не успеваем и когда мы не осудили только одна тетя тони моя подруга была вот она 10 дней меня не дожила себя умерла она 75 лет я была только она одна прослушала все она приезжали священники архиереи посылали пленки на пленках было слушать и никто потому что у меня все шло потоком буквально я не люблю так что вот взял одной над одним экземпляром если пошел двуручные пилы покупать а 20 штук купил лопаты пошел 30 шинели если приобрел у меня значит 70 шинели господь дает это я где вел занятия там расформировали как воинская часть училища если подушки 100 подушек я люблю чтобы но массово было вдруг люди приедут запасом запасом так нельзя не думать о завтрашнем дне по хорошему то я забочу самок само ко мне идет вот ролики про потеряевку про зимнюю интересно было посмотреть но это были там ездили снял василий тут был племянник я то меня вопросы были думаю интересно вот нет реки как они животных поет зимой да вот это роман последний снимал как у игоря там снимали в усадьбу телята к андрею пришли у батюшки с овечками смотрели ну вот эти смотрели смотрите что успеваете что не все наши занятия идут может интересно а кроме того можете что-то скопировать себе вот мы сейчас насчитываем толкование нового завета с толкованием каждый день выставляем по одному ролику по полчаса и события дня тут целый час там очень и очень богатый материал даем а быть дня то обязательно это тушит обязательно потому что все новости телевизор не смотрим все новости даже которые вообще в мире вы нам сообщаете да можно без телевизора да самолет упал эти у нас два ролика два ролика вот сегодня я высылал иконы там где-то обворовали у батюшки у нас сейчас слушаю этот ролик как раз видите как и опровергать никак нельзя потому что нужно говорить так что не меня чтобы люди видели то христа поэтому я все время цитирую из священного писания не одно не два места многие места чтобы человек открывал смотрел и про меня и забыл я там не нужен пусть слушать что дух святой положит на сердце вот что нужно а тогда человек начнет когда тогда ему можно сказать ян златоуст сказал научитесь не задавать вопросы то есть побуждает этим самому искать ну а пока задавай пока не знаешь не не прячь ну да ну полезно жить с открытыми глазами человек который не понимает он как с повязкой на глазах вот так еще вот голубей никогда не смотрели ролики сейчас даже с внуком смотрю голубей это точно от вас потому что я вообще не про них никогда не а вы зарядите голуби и вы увидите когда я на улице с голубями они подлетают на руки садятся а это то мы все видели а как на занятиях идут они у меня на столе там гуртуются тоже видим интересно вообще про голубей вот такие такие красивые голуби вот на этой неделе мы увидели венциносные называются вот такие красивые вообще голуби интересно с кошками когда я показываю вот собаками смотрим ему интересно посмотреть интересно с овечками батюшка показал как там овечка прыгает идет интересно телята маленькие там стоят где-то это наша жизнь это все как из детства моего это мы этим же всем занимались мы ничего не прячем ничего не таимся другой то посмотрит ой как бедно живете а мы не считаем что бедные у нас все есть приезжает люди мы можем принять угостить уложить ну как с нами было да вот сейчас будем ждать весну посмотрим что у нас будет с прудами как ребята поедут пораньше вот рыба выжила у вас да в этом году но рыба то там было они равили карпов пускали но маловато воды если будет благополучно мы сантиметров на 70 сразу поднимем а там дальше пруд был метра два с половиной поднять можно мы вот прошедший 16 год много по прудам сделали много и поэтому поедут будут ждать смотреть чтобы сделали сливы чтобы не прорвало вот где вы помогали там сыном то приходили и там все сделали как надо ну может там увидите в интернете как как сливы там то что таскали то а теперь это полностью все срезано но мы не знаем откуда вода пойдет мы два прорыва сделали а если она зайдет ее надо сразу блокировать эту воду иначе она выйдет поэтому там доски оставились и чтобы сразу положите доски то и засыпать глиной мы не знаем откуда вода пойдет если она сверху пойдет тогда мы зря оставили слив а если она оттуда идет она не наберется потому что ниоткуда воде попадать она это не лог не влагу из густина сделали трактором вообще вот они цвести начинают до пруды к осени но как сделать чтобы вообще не цвели так можно сделать чтобы они совсем но который там где купаемся где рыба то там не светит там чина они питаются а здесь его мало воды и родники не бьют не можем прорвать родники не можем никак если думаем поднять выше тогда она может воду оттуда пробить оттуда мы экскаваторы нанимали копали колодцы но без труба их в один год заявила и все заявила мы хотели нынче экскаватор для драглайн когда забрасывает и тянет себе на веревке как на канате а потом разворачивается вываливает но очень далеко и очень дорого за день сейчас 2300 и поэтому и не могли сделать этого не по нам но у меня пенсия 6 половиной тысяч еще я сделаю на день сейчас вот понятно там такие тысячи нужны тысячи дака пока привезли я сразу отдаю там 1050 сколько туда-сюда отвезти а то же господь бог добрых людей посылает и они знают что я нуждаюсь и они посылают помощь мы же не никуда не тратим это для людей которые будут жить землю можно облагородить но надо работать конечно работать надо вот так выставлять буду на следующей неделе как там в потеряевке снимали они занятия как идут еще будут потеряевски на на дому занятия видели мы на дому вот видите как у нас тут барнаульский это регулярно еженедельно идут эти-то все мы точно смотрим до на многое можем у нас почерпнуть многое потому что по слову божию все они там видимо мир тебе брат апостол павел говорит радуйтесь это не зависит но о чем мы будем хмурь и на себя нагонять наоборот просто вижу что люди не хотят больше общаться а чего ради они даже сами желать то общаться это неприятное говорю неприятное понятие это понятно так тем более ты знаешь истину они не знают и ты знаешь они умирают и куда идут печаль большая попищалился поплакал вышел вытер лицо в мой лицо говорится по ваши волосы чтобы этого не было и для бога господь больше печалится чем мы больше мы людей не творили он сотворил мы для людей еще не дали отдал землю воздух солнце все дожди дает и они или бога не признают да еще и говорят худо а был первый раз читаем ветхий завет надежда васильевна мне дала библию но 66 там книг 11 это нет ну да дошла сейчас до доездры да и у меня почему-то я так читаю так это же игнатий тихонович я так про еду когда честно даже сказала у меня такое ощущение что это игнатий тихонович всех покаяния призывает бог его знает как временами бог как бы продолжает вот думали моисей ушел не вернулся а на его место иисус новин вот убили стефана плакали одежду серег савала из него получится апостол равных которому больше не будет во всей вселенной мы ничего не знаем вот нам говорят иногда вот вы с батюшкой умрете ничего же мне уже 77 лет батюшки там 72 как тут будет я говорю еще лучше будет они у бога то все вымерено бог знает что дать и в какое время вот на этом участке сгодились немножко потому что много пришлось ходатайствовать по регистрации селения отводу земли это было очень трудно десятки раз прокуратура краевая администрация все это такое так николай поближе вся голова вошла поближе маленько а то так пол лица видно только дальше не иди сама-то ушла вот так вот тогда да 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 ну и вот такое дело паси христос игноти у нас знакомая в новосибирске мне звонит сестра гордона в реанимации ей 81 год олимпиада звать среди старообрядцев старообрядческая и она говорит моя сестра она очень валентина такая везде все помогает но я горит таких людей не видала никогда она в абсолютно везде успевала всем помочь олимпиада так что помените ее ее хоронили кажется на вчера или позавчера олимпиада олимпиада это лучшая была помощница у яна златоуста олимпиада бывает сегодня это спортивная олимпиада а это имя знаю знаю у нас у нас тоже здесь олимпиада было но у нас видите есть 70 апостолов карпа у нас карп рыба у нас звать лев а лев это животное хищное да мы не не знаем иногда что носим это название вот видишь он пришел роман мы его не отпускаем он к нам приехал и понятно роман раздевайся подойди познакомься с людьми хорошими вот так но привез видели может машина какая у него видели видели мы потому что все у нас это в голове мы постоянно про это думаем как нам все это делать поэтому это уж очень интересно нам было посмотрите как он рядом где сказать ребятишками я был тут даже как сказать от батюшки рядом диакон потом наши лагерин дом и деревья растут а кон деревья сейчас убирает и здесь участок и он идет ложбинкой он думать как бы ложок начинается влажно очень если он сумеет его обиходить то там очень хорошее место для сада там виноград будет и у него и арбузы и все особенно смородины рядом большие тополя дальше идет рощи и она все задерживает ветер будет задерживать как микроклимат какой чтобы влажность была такая это только на той стороне деревни дальше там еще такое место есть но он избрал такое не знаем еще будет мы вообще никто не знаем он сам выбрал да 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 корчевать 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 конечно ну что то она ставит на другом месте я не знаю даже как он там ну-ка подойди сюда у вас наверно обед как раз я не вовремя позвонила ты еще там деревья товарищ как корчевать будешь или как поближе ко мне чтоб тебя видно вон туда мерам смотрели ваши ролики потеряевские зимой было интересно нам как там потеряете живут управлять хозяйством потому что как бы сами на думай а я вот мы тоже в горах я привыкла что должна быть река обязательно его думаю как же без реки можно жить вообще не алтай горный алтай но у вас там комары тоже нет комаров очень мало вот практически не знаем что это такое вот это очень много уязвимое место да я вот летом когда после крещения остался на неделю но и мы там в лесу работали под пруд зачищали но он знает был там николай тоже поработал немножко маленько хлебно а я занимаюсь и уже все у меня руки распухли здесь аллергия началась да ноги распухли там ну и думаю а там сестры признались у них есть этот пенка или как вот эта мазь такая но игнатий тихонов запрещать же но с аптеки с аптеки до мастер да думаю это из двух зол выберу меньше потому что не работать это большее зло поэтому я пошел намазался и уже но намазался пришел в лес дочь пошел комары убежали думаю у нас были с томской области он говорит мы работаем на лесозаготовках вот бывает олень бежит и падает замерто ноздри все забивается ему комарами комара аж камашка да и говорит вот так говорит подадут когда чашка горячая еда вот так рукой махнешь бросишь и супа не видать полностью все покрыто поверхность вот там же там же болото туда да там там ужасно мы на это даже не смотрим и сколько это просто надо как-то сразу приспособиться вот потому что я тут приехала как у себя гор комаров не видел никогда и понятно сейчас я уже понимаю что надо вот так вот так ничего можно как-то с ним поплотнее одежду да чтоб не прокусывали так оказывается что они даже там пользу приносят они редкую то есть делают реже кровь и у человека больше энергии потому что легкая кровь она трамбоза нету трамбозов нету так вот учтите есть муха цс укусить человек разлагается а у нас нету комаров к малярийных нету есть клещи но инсипалит их нету вообще нету а у нас там горах есть это вот вот тут то беда ждет без комара ты сделаешься какой и умрешь вот смотришь там лев утащил крокодил съел тигр у нас не тигра не льва ник не крокодил они у нас полное спокойствие змеи нету у нас змеи нету а у вас змеи там но в горах то есть у нас нету змей совершенно а раньше были то листу пахать стали отец один год он поступил 76 змей убил как много было мне одной нету все уже нету лет сорок наверно а куда не девались да бог его знает куда может коршунь и переломила даже если распахивает ей деваться некуда она среда обитания меня это меняется ну короче нету у нас вообще чистый экологический район мы все время ходим босиком нам нужны нету так что к морю испытать то хочется по поводу комаров к морю счет сделает она укусил но еще а вспомни макарий александрийский мы считаем нифант он пошел разделся догола и в озеро в болото в это через неделю пришел это пиодосе пещерский делал они только по голосу узнали его но у нас только расслабились специально себя как как бы тело уничижали тело свое да вот а у нас еще закрыл на комарнике матушка работает все время на комарнике одежда плотная комар не укусит ложимся спать вот у меня было я шил такие как ребятишкам младенцам на ну как рука мешочек ну и тут это сказать бандаж такой и все ложишься спать он ниоткуда тебя не укусит а здесь сетка у тебя на глазах но в доме то наверное не будет же комаров там завешено вот в этом доме который вы дали мне так там не было домой приходил ложился они спать давали спокойно ни одного комара где я бываю все теточками завешено вот я живу начиная спать вот допустим он где спал а как днем откроют вечером комаров и выгонит он сам виноват я тоже в лагере жил и ни одного комара старался чтобы не было вечером генеральная подготовка мухи у нас есть сразу ребятишек человек 7 больших и начинаем колотить все ни одной мухи нету ни одной экологически чистая никакой отравы мы тоже не любим эти все отравы это мы не любители всего этого но у нас то просто этого почти нет ни мух ни комаров у нас здесь как то нет потому что холодно ночью думаем думаем думать о комарах плохо они хорошие потому что у них мальки они откладывают рыба питается но когда мы воду нынче под ними батюшка опять закупит мальков это вода у нас рыба на каждом пруду реки нету так и река не везде в корчины рядом нету нигде вы тут реки нету но пруды вода есть еще река на реке может утонуть лодка опрокинется а тут спокойно это просто с чем родился вот вам привычна степь вот а я родилась в горах и реки чистой водой вода там сколько метров камешки видно все чистая вода у нас это вода то когда идет с поля она чистая вода и и когда мы посли мы прямо пили и все нужды нету на ней творить она чистая вода родниковая бьет и ниоткуда она не идет вода то чистая родники есть да там есть но по краям тина а рыба этим питается туда бросаем мордушку ловим а это где резко то уже перебоялись комаров там уже перебоялись это вообще не причина нам теперь главное продать здесь есть ребятишкам в школе изучает там про воробьев и воробьенок маленький смотрит на людей и поет песенку чик-чирик чик-чирик оно означает так вот люди вы большие а вас едят мошки а я маленький совсем зато мошек сам я ем знакомая песенка растет у вас там конечно гораздо лучше чем у нас как утешение сказать право авраама вот а тоже из своего вышел он тоже там уже присел все ко всему привык а господь гиде и все собрался с веселее пошел все смириться я до отсюда что я 5000 километру когда-нибудь буду вот это передвигаться это где-то жить пример привожу даже мужу говорю посмотри человек так далеко приехал мы всего 700 километров живем здесь вот 700 доход привез то все с собой в машине может жить подготовился хорошо подготовился а спрошу здесь пока можно романа вы какой думаете строить с чего ну хотел я вообще-то деревянный но посмотрим будем молиться посмотрим по обстоятельствам что с деревянным много мороки это надо связываться с миром а я не хочу страшно я туда приехал уже а у нас еще идея не хочет самому построить понимать но самому трудно так подожди из бревен тут не построишь а именно пиленный брус пиленный и вот я где живу именно такой он и есть у тебя а потом сверху снаружи то уже обделал сегодня там какие там плитами обложил это уже одному не построить это все равно на доске обязательно то а вот из бруса 6 метров вот это самому можно строить виктор живет это тоже из бруса дом доживем до весны посмотрим там уже господь как-то управит потому что я уже привык с господом жить ним легче он все делает а ты только руками там немножко швили да не только на себя надеется ну я всем уже говорю сама на он говорит землетрясение будет дом развалится деревянные лучше собрать здесь нет ваш горный алтай является для всего советского союза дырой в преисподнюю на этом мы знаем все кого-то не подойдут дескать особая здесь есть трасса связи с инопланетянами с демонами слышали мы их уже а у нас это нет у нас все благословенно вот привозят здесь сливки творог там где мясо и мне говорят мясо покупают прям на железнодорожном вокзале управление огромное там занята первый раз виде мясо не пенится и запах поля а почему скотина благословенная и она пасется там разные разные травы у нас такие травы там которые в красную книгу до заносить надо очень богатая фауна такое же как бы все а мясо-то не пенится потому что кровь люди не сцеживают когда будет живут на у нас со сами когда колят то все сцеживается это обязательно обязательно поэтому вот у батюшка вещи кто у него колит овечки то за вещами ухаживает прибыль у игоря с коровом вот будете если надо обязательно коровы чтобы у вас были конечно без коротом делать как раз сейчас хочет перейти на скот убойный мясной потому что он не будет доить их доить несколько оставит и все он-то один тут все время главный был а теперь разговор ведет такой разговор но одна корова есть тёлка и родилась там теленка принесла уже у тебя две мы думаем хозяйство заводить обязательно обязательно он их это привыкший мы же держали всегда раньше вот напротив я устина в напротив любо одна женщина живет у ней было 7 пород куриц она любительница разные-разные одна такая курица как будто играть на макаронной фабрике взрыв произошел порода вся эта лохматая да она и дюков держала нынче от гусей у нее там 20 гусей она была она кажется две коровы сколько вещах одна женщина одна ну уже когда там что-то с сеном то кто-то помог она уже там и эти теплицы парники у нас называются все растет она рассчитывается и главное сидит дома пчелы какие-то к ней под пол залетели пчелы этот ролик я видел но давай интересно земля текущая молоком и медом и говорим все все получилось как мы думали если что-то где-то не знаешь где-то можно спросить матушка агроном да и другие занимаются вот так они это очень хорошо когда есть у кого спросить это конечно да смотря по какой области вот на всем агроном агроном по коровам маленького же говорится понимает чего уж маленько то лет двадцать наверное игорь сами много лет держали так как бы да батюшка отец содержал и коровы овечки поэтому тут навык уже сохраняется я-то ничем не нуждаюсь мясо не ем мне голуби как шариков говорил чё сравнить коты и слоны за ваш труд неоценимый да конечно много времени мы как-то отнимает это и день у нас будет сайта первые в февральские воскресенья это специально община отмечает ну и собрались кто помогал то организовал где-то человек 12 нас кто-то спонсирует кто-то закачивает а я только замки снимаю и ну главное то конечно собрать записать с вами это будет ролик хороший ролик я может его закачаю ночью сегодня завтра утром посмотрите да у вас все хорошие ролики да у вас мало тихо качает а у которых прямой там кабельное какое соединение у них быстрее и так не успеваем пересмотреть вы говорите тихо потому что вот не успеваем просто и все роман вам бог помощь во всем вот он приехал туда я его не отпускаю там делать зимой не еще живи здесь снег подкидать где надо занятия и все приехал сюда как будто ему тормознули здесь а в город как добираться оттуда сейчас вот сейчас как добираетесь ну там по до поезда четыре километра до станции а ну 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 там или на лыжах или снегоходом это уже зависит от это но если мне что-то надо купить я стараюсь на хвост и горю барабашу они идут на снегоходе до урывки трасса машина они опять машину оставляет на снегоход и домой всех снегоходы есть вначале то ничего не было а если человек занимается сельским хозяйством воровать не надо у него хозяйство воруют я посмотрела как кругом вот кругом кошмар сколько воров это вообще так представьте что в богослужении все сто процентов храме какие беседы идут а тебе заботятся тут говорить даже не надо ничего ну нет конечно такого нет нигде это да мы теперь уже и в церкви побывали раньше что мы никогда не были в церкви теперь мы уже в церковь с марта ходим и увидим что такого нет нигде из-за чего-то я приехал из-за духовного меня я мог жить везде то есть работа всегда у меня была и все я мог и построиться везде но я искал духовного поэтому я нашел вот это действительно жемчужина и я благодарю господа что он сподобил я сюда попасть то милость большая а где сейчас сейчас вы мы видим то есть везде в храмах патриархии и так далее то есть отступление и приход уже то есть уже тех ребенка не будет вера на земле да поэтому главное здесь есть остальное что там мелочи чем господь не прокормить что ну если сам человек не ленив он везде себя прокормит конечно будет трудиться и будет у нас старые сады рядом прям рядом на задах пилят кали никуда не надо ехать дрова рядом прям рядом совсем огород и прямо около огорода растут сады старые их надо выпиливать но выпиливать они опять нарастают а ну да не подпилишь опять это сорное дерево называется там американский клен или как и он к твердым породам относятся он хорошо горит пожалуйста пили пили сколько хочешь вывози пили поленицы клади и тебе только твой труд ни копейки никому не платите ничего ну мы уже как бы это все подумали что сможем сможем вот у нас отец геннадий фаст он минонит в моем доме пришел немец и он говорит они где-то были а там сосланы но искали везде где поселиться где можно детям заниматься с детьми вместе воспитываться о детях лучшего места для воспитания детей еще потеряевки трудно найти что православные были и как-то помогают друг другу дети то ведь при родителях на такой школы нет нигде все учителя начинается с молитвы начинается с освещения первый день сентябрь там такой концерт ставят нам ребятишки нужны сейчас потому что совсем мало осталось они вырастают уезжают в город но и возвращаются но надо подпитку даже помолитесь чтобы бог послал молодых с ребятишками да что привет видный господь спасибо христос слава христос ну все спасибо христос аллилуйя слава богу слава христос сейчас я тут вот 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 и вот вот